Наши научные собрания Напомню, что в ноябре 2015 года мы похожую конференцию проводили в Манеже, у стен Кремля в рамках форума «Православная Русь» в ноябре 2015 года. Посвящена была тоже ситуация, когда вновь, в очередной раз пытались выдать екатеринбургские останки за царские. Я могу еще раз дать какой-то экскурс, с чего начиналась история. В 1979 году Гели Рябов и Авдонин выкопали под Екатеринбургом в поросенком логе некие останки, которые мы называем, сейчас уже принято назвать екатеринбургскими, и почему-то решили, что это именно царские останки. Потом, опять-таки, по неизвестной причине закопали их вновь, и вновь уже выкопали в наше новое время, в 1991 году. Где-то в скорости началось следствие, которое сразу взяло практически курс. То есть это даже до начала следствия сразу, опять-таки, везде объявлялось, что это царские останки. И хотя, конечно, жертв большевистского режима, богоборческого режима было множество, миллионы и миллионы людей, но почему-то, так сказать, сразу началось утверждение, что это царские останки. И в 1998 году, в январе 1998 года, правительственная комиссия, возглавляемая Борисом Ненцовым, приняли решение о захоронении этих останков в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, где захоронены многие Романовы. Традиционно там хоронили Романовых с императора Петра I до императора Александра III. Но среди этих тиргурских останков не хватало двух человек. Опять-таки, по мнению этой комиссии, следствия, не хватало останков цесаревича Алексея и цесаревны Марии. Тогда же, в 1998 году, состоялось целый ряд научных конференций, в том числе одна из них прошла в царском селе под Санкт-Петербургом, где, в общем-то, совершенно авторитетно и обоснованно многие ученые, историки, генетики, антропологи доказали, что екатеринбургские останки никак не могут быть царскими. Среди основных докладов, которые практически разгромил следствие за его непрофессионализм и дилетантство, был докладчик профессор Александр Бастрыкин, нынешний глава Средственного комитета России. Но случилось то, что случилось. В июле 1998 года останки екатеринбургские все-таки захоронили. Правда, захоронили не в самом соборе, где покоятся честные останки императоров российских и благоверных императоров. От Петра I до Александра III, может быть, за исключением императора Александра I, который, скорее всего, является старцем Фёдора Кузьмичом. Захоронили в екатеринбургском пределе. Почитание какого-либо этих екатеринбургских останков не возникло. Я сам тоже был в 2010 году и видел прекрасно, что люди молятся в этом соборе перед могилой Павла I, благоверного императора, перед другими могилами императоров. А екатеринбургские останки к ним подводят экскурсоводы и буквально насильно убеждают, еще в 2010 году экскурсовод буквально насильно убеждал слушателей, что да, вот сейчас церковь уже их признает. Сейчас осталось еще буквально 2-3 недели или 2-3 месяца, и их признают за царские останки. Но почитания как не было, так и нет, а это явный признак того, что это не царские останки, конечно же. Вновь эта история была поднята в 2007 году, когда нашли несколько буквально косточек в том же поросенковом логе, в другом месте, но в другом месте, которые опять-таки эти косточки попытались выдать за останки цесаревича Алексея Цесаревны Марии. И, но опять-таки, промыслом Божьим, захоронение так и не было принято решение, они были долгое время в Гарфе. И весной 2015 года, 7 лет спустя, создана была правительственная комиссия. Одним из инициаторов были директор Гарфа господин Мироненко, ну и следует Соловьев, который, кстати, здесь присутствует. Значит, которые при поддержке отца Всеволода Чаплина начали убеждать общественность, что все-таки это царские останки, их нужно захоронить там же в Петербургском соборе с почестями. И, в общем-то, уже были назначены, по-моему, даже две даты было назначено захоронение. По-моему, одна дата уже в сентябре называлась, а другая в ноябре. Но, опять-таки, промыслом Божьим не состоялось это. Ну, конечно, человеческие останки не должны быть в архиве, и в Гарфе тем более. Их передали на хранение в Новоспадский монастырь, они хранятся сейчас в Новоспадском монастыре, усыпальнице Романовых. Но я хочу напомнить историю еще посредственно тех, кто пытался выдать останки за царские. В июне месяце, когда фактически было решение принято о захоронении, в Москве разразилась страшная гроза, ураган, и погибло 11 человек. Через месяц после захоронения так называемых Екатеринбургских останков как царскими, хотя церковь, повторяю, не признала это, но на уровне президента Ельцина, комиссии Бориса Немцова это было признано, через месяц страну поразил тяжелейший дефолт и начался тяжелейший кризис, который, в общем-то, привел к отставке и господина Немцова, и в конечном счете к отставке через полтора года господина Ельцина. Борис Немцов уже больше никогда не занимал какой-либо важный государственный пост, несмотря на то, что его коллеги, такие как господин Кириенко, до сих пор возглавляют сейчас первый заместитель администрации президента России. Борис Немцов так и остался, так сказать, таким избоем из политического стабильшемента, а Борис Николаевич, ну просто, так сказать, стал пенсионером и в политической жизни уже не участвовал. Что случилось в сентябре-ноябре 2015 года? Почему все-таки не произошло повторение того, что было в 2098 году? Православная общественность, народ Божий стал возмущаться и требовать, чтобы не возникла ситуация лжемощей, потому что, конечно, те, может быть, небольшие частицы, которые собрал следователь Соколов еще в гражданскую войну, это, конечно, настоящие мощи царственных мучеников, часть из них находится в соборе в Брюсселе, в Русской Просланной Церкви за границей. И вот, так сказать, народ Божий возмутился тому, что не должно быть насильное признание, не должно быть поклонение лжемощам. Было написано целый ряд обращений к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, к Святейшему Синоду Русской Просланной Церкви, выступило много общественных деятелей. И ситуация буквально за октябрь-ноябрь 2015 года кардинально изменилась. Несмотря на то, что уже были назначены даты, было уже там подготовлено все для погребения, было принято, президент, по указанию президента, было принято решение вопрос рассмотреть еще раз. Еще раз рассмотреть вопрос. Ну, собственно говоря, здесь, наверное, важную роль, я предполагаю, сыграл и господин Бастрыкин, который, его доклад профессиональный 1998 года, разгромил полностью следствие, генетические и антропологические экспертизы. И прямо указал господин Бастрыкин, что следователь Соловьев был в плену одной только версии, и не провел широкие комплексные исследования, в том числе исторические. Комиссия, созданная Патриаршая комиссия, которая возглавляет управляющий делами Московской Патриархии митрополит Варсонофий. И секретарем этой комиссии является владыка Тихон Шевкунов, епископ Егорьевский, который еще тогда провел несколько пресс-конференций в конце 2015 года. Произошло вскрытие гробницы императора Александра III, хотя многие возражали против этого. Исследования начались заново. Но что происходит за эти полтора года? Чему мы свидетели? Все опять делается тайно. Объявлена тайна следствия, и никто из общественности практически не знает. Даже историческая экспертиза, ладно тайно генетической экспертизы, а историческая экспертиза, которая должна идти публично, открыто, мы слышим о том, что найдены какие-то документы в архивах новые от владыки Тихона Шевкунова. Мы слышим, что есть какие-то там, работают профессиональные историки. Однако я вот общаюсь практически с большинством профессиональных историков, занимающимся этим периодом, но никто из них не привлечен в качестве экспертов. И поэтому, конечно, нас беспокоит вот эта тайная сокрытая. Как тайно убивали, так сейчас тайно происходит расследование. Это недопустимо. И этому посвящена наша конференция. Я хотел предоставить слово руководителю фонда имени Патриарха Ермогена Галинина Васильевна Аннанина. Добрый день, уважаемые братья и сестры. Как я сказала, Василий Вадимович, такая тяжелая, несколько тяжелая, может быть, миссия, а может быть, наоборот. Я хочу сказать, что накануне конференции, в пятницу, мне звонил епископ Тихон Шевкунов. Мы его приглашали на нашу конференцию, но он находится в командировке. Но было пожелание от него, и я его передаю. Во-первых, пожелание успеха в нашей конференции. Во-вторых, те слова, которые мне передал, что, к сожалению, Следственный комитет не позволяет на сегодняшний момент разглашать все то, что было сделано комиссией, что все-таки в ближайшее время это должно произойти, летом. И он просил передать, что обязательно к обсуждению будут привлечены широкие круги общественности, православные общественности будут проведены круглые столы, научные конференции. И просил все, что мы здесь будем говорить, и итог того предоставить в эту комиссию ему лично. Поэтому я вам это передаю. Теперь, пока я ехала сюда, раздался еще один звонок от Олега Ефимова. Многие, думаю, его знаете, ответственный секретарь межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Государственной Думы, куда входят все фракции от всех партий, где тоже было сказано, что на ближайшее заседание межфракционной группы готовы также итоги нашей конференции распространить и, собственно говоря, довести до депутатов, которые входят в эту комиссию. Ну и от себя несколько слов я хотела сказать, что вот сейчас сегодняшняя конференция, так же как и в марте месяце, она началась с молебна у державной иконы Божьей Матери и Крестного Хода. И то, что столетие, я практически заканчиваю свою книгу «Столетие иконы державной. История народного почитания». И хочу поделиться вот с тем выводом неким, тем более находясь в Коломенском, то, что икона была обретена и явлена в Вознесенском соборе здесь. То, что она из Вознесенского женского монастыря. То, что ипатийский дом, где были расстреляны царские семьи, находился на месте храма Вознесения Господня. Когда они были там в заточении, напротив уже стоял новый храм Вознесения Господня. Те останки, какие они там, не буду говорить, были, но перед тем, как их сюда отправлять, молебен проходил именно в храме Вознесения Господня. Вот здесь есть икона царя Николая, там эта дачива, которая, всю историю мы знаем ее, она впервые замироточила в Сретенском монастыре, тоже в церкви, в день Вознесения Господня. Замироточила и долго потом мироточила в Вознесенском храме в Гороховом переулке. И хочу сказать, что под клет, вот сегодня, когда вы подходили, под клет, где была обретена икона Державной Божьей Матери, и тот вход в подвал, в Ипадевский дом, он почему-то очень сильно архитектурно похож. Вот одни двери и другие двери. И то, что сегодня в Нижнем Новгороде будет открыт музей в следующем году, посвященный царской семье. И будет он открыт в Успенском соборе Вознесенской церкви. Слово предоставляется потомку одного из верных слуг царской семьи, слуга Ивана Харитона, повар царской семьи, который остался до последнего с царем, с царицей Александрой, а его потомок, известный историк, Петр Владимирович Мататурин. Спасибо. Ваше высокопреподобие, господа, наше собрание проходит в очень тяжелый и значимый год. Столетие со дня государственной духовной катастрофы 1917 года. По многому этот год является для нас экзаменом. Как мы усвоили уроки стареть недавности. И, к сожалению, приходится признать, что плохо мы их усвоили. Сегодня мы видим, как со стороны определенных сил идет ползучая попытка реабилитировать злодейские и февралистко-большевистские мифы, а также и самих злодеев, многие из которых причастны прямо или косвенно к Екатеринбургскому злодеянию, массовому геноциду русского народа в 20-30-х годах XX века. Мы видим, как в столетии свержения государя-императора с престола готовится провокация в виде кощунственного фильма «Матильда», помпезная презентация, которая должна пройти в бывшем императорском Мариинском театре. И видим, с какой ненавистью ведут атаки на святую царскую семью. Совсем недавно, причем не в первый раз, в Владивостоке облит краской бюст императора Николая II. Одновременно с этим разворачивается кампания против православной церкви в лучших традициях союза воинствующих безбожников. Мы видим также, что врагами нашего государства используются те же самые методы, какие использовались в феврале-октябре 1917 года. Недавние события 12 июня в центре Москвы это наглядно подтвердили. Очевидно, что идет попытка сегодня ликвидации двух важнейших консолей, которые удерживают нашу страну от катастрофы – президентской власти и церковной. И вот в этих условиях, когда нашему обществу нужно как никогда единство, как никогда это не сплочение, с одной стороны, а с другой стороны, когда все наше общество должно говорить о святом и великом подвиге царственных мучеников, мы в который раз возвращаемся к теме, к вопросу Екатеринбургских останков. Мы неоднократно предупреждали и предупреждаем об огромной опасности для единства нашей Церкви от каких бы то ни было скороспелых выводов, тем более от церковного признания Екатеринбургских останков мощами царственных мучеников. Мы неоднократно указывали, что наилучшим решением для церковного единства и является следованием мудрому решению покойного святейшего патриарха Алексея Второго и Священного Синода, которые тогда от этого признания воздержались. Нам надо наконец понять всем, что никакие генетические экспертизы не смогут повлиять на совесть народа Божия, который руководствуется в почитании мощей Святым Духом и исходящей от них благодатью, а не совпадением хромосом ДНК. Сегодня для всех православных очевидно, что благодать Божия является в монастыре на Ганинной Яме, а не в Поросенковом Лагу или Петропавловской крепости. При этом мы вовсе не собираемся навязывать людям, считающим, что в Екатеринбургском пределе покоятся мощи царственных мучеников, наше мнение. Никто не мешает и не предполагает мешать людям собираться в этих местах, проводить молебны, считать их святыми местами. Правда, мы никого там почти и не видим, кроме туристов. Но не надо при этом навязывать мнение этих людей, пусть даже очень ученых и очень образованных, всей церкви. До сих пор никто не смог доказать принадлежность Екатеринбургских останков святого старской семьи. Причем доказать не с помощью генетических экспертиз, которые большинство, подавляющее большинство с вами не понимает и не может понять, поскольку мы не являемся генетиками. И от того, что нам 25 раз скажут о мутации хромосом, мы все равно ничего не поймем. Мы должны воспринимать эти слова на веру. Так вот, не путем генетических экспертиз, а основательного и важнейшего исторического исследования, исторической экспертизы, которая должна проводиться долго и основательно, при самом широком обсуждении, открытости, подключении всех специалистов в этом вопросе. А что мы видим сегодня? Полная закрытость, умолчание, почти секретность. При этом, мы даже до сих пор не знаем, по какой статье Уголовного кодекса возбуждено новое дело. Если по факту убийства царской семьи и ее услуг, то должна быть страна потерпевших, которая имеет полное право ознакомливаться с материалами следствия. В частности, после кончины моего отца я являюсь представителем этой стороны, а именно повара Ивана Михайловича Харитона. Между тем, я ни разу не беседовал с руководством следственной группы, хотя я слышу самые хорошие отзывы об этом человеке. С Владимиром Николаевичем Славьевым мы хоть встречались, здесь вообще никого ни разу не видели, не ознакомливался ни с одним выводом по поводу экспертиз и следствия. Между тем, если дело возбуждено по другой какой-то статье, мы должны знать, что это такое за дело и почему такая секретность в этом деле. Потому что, если этого нам не говорят, как обычно, то возникает сразу сомнение о том, что опять проводится за спиной у нас. Опять-таки, уже как говорили про участников исторической экспертизы, которые проводят опять на веру. По-моему, кроме Людмилы Анатольевны Лыковой, насколько я знаю, опять, глубокомного и уважаемого профессионала, но человека, придерживающегося одного мнения, больше я никого там не знаю. Это не значит, что их нет. Мы о них ничего не знаем. Между тем, по убийству царской семьи именно с исторической точки зрения имеется масса вопросов. Между показаниями, причем такого уже историко-юридического аспекта. Между показаниями обвиняемых и воспоминаниями соучастников имеются принципиальные различия. Не меньше противоречий имеется в показаниях и воспоминаниях самих соучастников правительственных комиссий, которые в предыдущей правительственной комиссии не были установлены и проанализированы. Противоречия в показаниях охранников дома особого назначения, привлеченных в белом следствии в качестве обвиняемых. Никто не провел анализ почему люди, привлеченные в качестве обвиняемых, расходили в своих показаниях, иногда по очень важным аспектам. Противоречия в воспоминаниях организаторов и участников преступления. Не проведено детальное изучение версии о ритуальном характере убийства царской семьи. Необходимо провести также тщательное дополнительное исследование о причастности к организации убийства царской семьи высших руководителей большевистской партии и правительств. Причем здесь нельзя пренебрегать ничем. Мы знаем, что были даже такие версии одного из израильских историков, профессоров, который нашел, откопал, это известно, оказывалось общеизвестно, что Уншлих носил псевдоним Юровского. И он на этом основании строит версию о том, что Юровский на самом деле был Уншлих. Конечно, это, скорее всего, его домыслы, но нельзя их игнорировать и нельзя их не проводить на них исследованиях. Далее. Мы знаем, что очень многие из цареубийц были репрессированы в 30-е годы, 40-е годы. Необходимо самым тщательным образом было бы исследовать дела этих цареубийц. Голощокина, Белобородова, вполне возможно, что этим люди задавались вопросы по поводу убийства царской силы. Отсюда также надо проверить и установить противоречия среди воспоминаний о захоронении поросенковом лагу. Тех людей, которые, почему одни люди говорили, что было закопано 11 трупов, другие говорили, что были сожжены государь, Таразинский говорил, государь и Павел Цесаревич, третьи говорили, что там было почти все сожжены, другие говорили, что в общем, абсолютные противоречия этих людей. Досконально необходимо проверить и исследовать все имеющиеся архивы, в том числе и заграничные. И мы должны знать, какие будут проводиться исследования, где и когда. Как я уже говорил в предыдущей конференции, имеются показания, а это самое главное, это показания тех, кто был привлечен в качестве свидетелей, обвиняемых по белым следствиям, потому что это было классическое профессиональное следствие с конкретными людьми, проходящими в соответствии с уголовным законодательством, уголовным, уголовно-процессуальным законодательством того времени. Напрошенный кучер Елькин, который возил Юровского 18 июля, дал четкие показания, что в ночь с 18 на 19 Юровский уехал из Екатеринбурга, и поэтому он никак не мог находиться в поросенковом лагуне. Необходимо проверить эти показания, искать и исследовать. Это огромная работа историческая, которую, я опять-таки, мы не знаем, проводилась она, проводится она или нет. Необходимо также установить подробнейшую установить, при каких обстоятельствах Александру Николаевичу Мавдонину и Гиле Тимофеевичу Лявову был открыт в 79-м году и обнаружен могилю. Необходимо проверить версии о наличии распоряжения Суслова направления еще около Свердловска и так далее, и так далее, и так далее. В общем, работы и вопросы по этому материалу более чем достаточно. Хотя, я еще раз хочу сказать, эти работы и эта экспертиза, она является главным образом, должна быть направлена главным образом для установления, как была убита царская семья, каков был характер этого злодеяния. Но, это никакого отношения к святости мощей, признания останков с плащами своих царственных бочеков это не имеет. Это мы должны наконец понять, и это должны понять вся православная общественная. Мы так дойдем дальше до того, что мы начнем проверять, вот сомневаются о том, что я помню высказывали, что мощи преподобного Серафима Саровского это не мощи преподобного Серафима Саровского. Давайте начнем проверять генетически мощи преподобного Серафима Саровского. Потом выяснилось, что Александр Невский не Александр Невский. И так на бесконечность. Но церковь не живет экспертизами. А мы сейчас выступаем здесь не только как историки, а как православные люди. И как православные люди мы должны четко и ясно заявить, это не вопрос, это вопрос всей полноты русской православной церкви, включая мирян. Хочу еще сказать о том, что безусловно необходима вся работа, которая проводится. Она должна, конечно, проводиться именно с историей, еще раз говорю, при максимальной открытости. При максимальной открытости. Объяснение, почему она закрыта, эти темы, я не понимаю. еще раз говорю, что я мог бы понять, чтобы речь шла тоже о генетических каких-то исследованиях, но когда речь идет об истории, когда речь идет об обстоятельствах убийства святой царской семьи, и нашего царя никакой закрытости быть не должно. Я хочу также сказать о том, насколько опасна может быть ситуация при вот этих скороспелах, они все равно скороспелые, потому что хоть 10, хоть 20 лет это для истории и ничего не значит, особенно сейчас. Какое-либо, не дай Бог, официальное признание. Вы посмотрите, какой обычный дни, 100-тысячный крестный ход идет от храма на Кровивой Крестербурге к Ганиной яме. Представьте, на следующий год я не знаю, какое это будет число людей. И что же у нас будет отдельно какая-то ответвляться маленькая ветка, идти на поросенка в лог, а весь поток будет идти на Ганину яму. Кому нужен этот раскоп? Кому нужны вот эти вот потрясения в нашей церкви, которые и так, как я говорю, находятся сейчас в состоянии атаки на нее со стороны враждебных сил. Поэтому мы не... изначально ни проведение ни априори против найденных останков, никто не говорил сразу, что это не они, отвергая с порога. Сами действия тогдашней комиссии наводили на очень большие вопросы, очень большие недоразумения, которые сегодня мы, к сожалению, в который раз возвращаемся на круги своя. в заключение я хочу надеяться, что по молитвам святых царственных мучеников Россия пройдет эти два года и от того, как мы сейчас вы посмотрите, вот от того, как мы сейчас проявимся в отношении святой царской семьи, во многом зависит будущее нашего Отечества. Спасибо. Спасибо. Для нас особенно важно, что не только мы прославляем царственных мучеников, но и верных слуг, представителей народа русского. Это святого врача Евгения Боткина, святого Ивана Харитонова, святой Анны Демидовой и святого Алоизе Труппо. В зарубежной церкви, которая сегодня объединена с нашей Московским Патриархатом, все они проставлены в лике святых мучеников и народ Божий молится этим мученикам о спасении России. Я хотел предоставить слово Ольге Николаевне Куликовской Романовой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всечестные отцы, дамы и господа, дорогие друзья, рада приветствовать ваше научное собрание. Мученический подвиг святых царственных страдальцев – явление величайшее, исключительное в истории Вселенского Православия. Вместе с тем, цареубийство стало колоссальной трагедией для всего русского народа и России в целом. Установление истины о Екатеринбургском преступлении позволит всем нам освободиться от вековой смуты. Заступничеством Царицы Небесной и молитвой, поддерживающей святых царственных мучеников, ваше научное собрание обогатит российскую православную общественность не только плодотворным учениями и дискуссиями, но и прояснением ключевых вопросов. Один цареубийца сказал, мир никогда не узнает о том, как произошло это злодеяние и что осталось с царской семьей. В свете расследования Николая Соколова нынешняя почти 30-летняя история так называемых Екатеринбургских останков пока подтверждают наглое заявление преступника. Но мы верим Христу, который сказал, что все тайное станет явным, так и будет. Мой супруг Тихон Николаевич Куликовский-Романов, родной племянник святого царя Николая Александровича, двоюродный брат царевича Алексея, царевин Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, он появился на свет в Крыму еще при жизни царской семьи. В августе мы будем отмечать его столетие со дня рождения. Тихон Николаевич жил надеждой в духовное воскресенье России. Он считал, что возражение Отечества произойдет на путях раскрытия всей правды о цареубийстве. Именно родственная близость Тихона Николаевича к царственным мученикам побудило его сразу же обратить внимание на первые сообщения в прессе о так называемой царской могиле. Пристальным образом он следил за всеми последующими событиями и действующими России, связанными с этой сенсацией. Любые новости об останках сразу же тиражировались мировыми средствами массовой информации. Такой психологический напор вызывал смущение. Ради чего западный политический эстаблишмент всегда в рождебной исторической России и, возможно, даже причастен к цареубийству, так старался и утверждение новых истин о революции, о гражданской войне. Почему никто из пропагандистов новой версии не видит ясные фактические противоречия между ней и данными следствия Николая Соколова? Такие очевидные вопросы проводили у Тихона Николаевича закономерные сомнения. Для Тихона Николаевича стала совершенно ясна угроза, что под видом неизвестно чьих человеческих останков русской православной церкви будут навязаны для поклонения лжемощи. В январе 1993 года Тихон Николаевич выступил с публичным заявлением в прессе, в котором поделился своей точкой зрения. Его решительно поддержали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. На заявление Тихона Николаевича и Владыки Иоанна откликнулись научная и православная общественность России, и в начале марта 1993 года была проведена первая научная богословская конференция, посвященная данной проблеме. А 8 апреля моего дорогого Тихона не стало. В вопросе о Екатеринбургских останков я всегда отстаивала его позицию. Убеждена, что правда о цареубийстве в Екатеринбурге, об убийствах членов императорской фамилии Перми в Алапаевске в Петрограде в 1918-19 годах когда-то будет установлена и широко возвещена из России всему миру. Мы не питаем иллюзий, что в ближайшие месяцы будет поставлена точка в расследовании. Такое под силу только полномасштабному суду над цареубийцами на высшем государственном уровне России. Но мы твердо знаем, что наши скромные усилия на пути установления правды Божией со временем обязательно принесут плоды для ее утверждения и станут непрепятствием для распространения лжи о цареубийстве, лжи, которая сейчас ищет в себе еще новых влиятельных покровителей. В салтере сказано, что правда Господня, правда вовеки. Да поможет нам Бог стремиться к истине. Спасибо. Случайно, есть какие вопросы, смогу ответить, если что. Да, если вопросы, то есть, Колья Николаевна. Спасибо. Один и единственный вопрос, Ольга Николаевна. Да, слушаю. Соловьёв Владимир Николаевич, разрешите вам задать его. Значит, в свое время на правительственной комиссии в 1995 году Вы публично заявили, потом заявили об этом патриарху, о том, что экспертное исследование крови Тихона Николаевича, сделанное по вашему заказу двумя великими генетиками Тацова-Нагаря и Гера-Гаева, полностью не соответствует генотипу останков найденных в людей. Это не я отъявляла. Почему Вы до сих пор Вы сорвали тогда фактически захоронение, которое должно было состояться в 1996 году Своим заявлением. Господин следователь, у нас здесь не суд. Вы можете представить общественности заключение по крови Вашего мужа, данное Рогаево и Тацуо-Нагаря. А чего я должна представлять? Для этого есть научные люди, Вы не по адресу обращаетесь. Кроме того, что Вы натворили в Японии с Нагарем, это мне известно. Так что это будет на Вашем ответственности. Простите, пожалуйста. Спасибо. Вы унизили человека. Вы не признали его анализы и, кроме того, обидели его. Вы не показали их общественности. Никогда. Я не должна показывать ничего. Потому что я не обращаюсь... Ну, мы знаем господина Соловьева. Я хотел сказать, что мы предоставим в плане реплик во второй части нашей конференции всем, кто хочет высказать свою позицию, в том числе и ту позицию, которая может быть не согласна с большинством выступающих. Но рекламент будет где-то 3-4 минуты, не больше. Я хотел предоставить слово главе движения Харагвиновцев Семену Доначу Никшичу. Леониду Доначу Семену Никшичу. Прошу прощения. Спасибо. Всечественные отцы, братья и сестры. Я в продолжении дискуссии, которая сейчас была, хочу вот что добавить. В 92-м году мы, значит, братчики братства святого царя-мученика сопровождали Ольгу Николаевну в Екатеринбург, на Ганину яму и везде, во всех этих районах. А в Донин тогда приходил. Рябова, правда, не было. А в Донин приходил, и очень много интересного нам все это пытался постоянно объяснить, рассказать. С ним еще были люди такие же. Они тогда создали общество, фонд обретения, который они, правда, говорили об Ресине. И вот они нам доказывали, что эти вот, значит, останки, это именно останки царя-мучеников. Сразу могу вам сказать, какое было впечатление. Буквально непредвзятых людей. Там были очень разные люди. Ольга Николаевна, ее сопровождение, братство царя-мученика, казачество Екатеринбургское, священство, владыка Мельхиседек, который принимал, и Ольгу Николаевну тоже растроганно и очень так удивительно тепло. Никто не воспринимал без всяких доказательств. Никто не мог интуитивно, то есть на уровне духа, воспринимать, что это останки царя-мучеников. Никто. Я специально не говорил никому, что интересно вот посмотреть просто как люди реагируют. Не может того быть, чтобы все до единого люди воспринимали, что это не останки царя-мучеников. То же самое происходит, как вы знаете, в Санкт-Петербурге. Правильно было сказано. Там, значит, ведут исключительные экскурсоводы. Вот, пожалуйста, поклоняйтесь. Мы все знаем, что такое поклонение святым. У нас, у Харбиносов, икона царственных мучеников мироточила потоками, именно потоками. Это Воробецкий Юрий все это заснял в фильме, это все есть. И мы знаем, что такое поклонение святым мощам, и что такое поклонение святым иконам. Вот сейчас вот тоже здесь икона, которую Игорь Евгеньевич Смыков ездит с ней, тоже подвиг совершает по всей стране, который мироточит тоже постоянно. Поэтому, братья и сестры, от имени Харбиносцев, Союза православных Харбиносцев, и от имени сербско-черногорского Саввиза православных Барьяк Тара, что означает тоже Харбиносца, я призываю всех нас спокойно, совершенно готовиться к крестному ходу в этом году на Ганину яму, и в следующем тем более. Да, спаси, спаси, спаси Христос. Ну, какое время. Наши журналы Харбиносцев я хочу Василию Вадимовичу и подарить. Тут предоставить слово известному священнику нашей церкви Братарею Константину Буфееву. Уважаемые устроители конференции, дорогие братья и сестры, достичтимая Ольга Николаевна, мне хочется несколько слов сказать о духовном искусе, который нельзя допустить. И хотелось бы вспомнить два примера, два события. Во-первых, сегодня праздник всех святых в земле российской просеявших. И в Москве находятся мощи святителя Николая в храме Христа Спасителя. Не секрет, что отношение к этим мощам там находящимся двойственное. С одной стороны мы видим огромный поток многотысячных паломников с Москвы, с Подмосковья, с многих городов, окрестных, даже не окрестных. Один мой товарищ, священник из Кубанской земли сегодня здесь привез свою экскурсию автобус для поклонения. С другой стороны, есть настроение, и исповедь приходилось принимать, что не надо это поклонение устраивать, что вроде из таких нехороших рук, из таких источников, как еретики, латиняне, католики, мы святыню брать не должны. После Гаваны, после Крита, после недавних событий смутительных приходится объяснять, что святыня все равно требует поклонения. И если мы откажемся это поклонение истинным мощам предоставить, то мы похулем Бога, похулем святителя Николая и окажемся сами вне церкви. Так вот, если мы должны поклоняться истинным мощам, то какой же великий соблазн будет, если нам будет предложено поклониться мощам ложным. Вот на этом контрасте один Николай, который вопреки всем смущениям все-таки призвал к себе православную общественность, многие тысячи людей, и это поклонение принимают, я сам служил со своим приходом, со своим хором, позавчера молелем там, замечательно, тепло мы помолились. Но я не могу пойти, если мне будет предложено на поклонение лжемощам, в которых я не только не уверен, а которые вызывают лично у меня смущение, как у человека знакомого с такой информацией их обретения. Буквально минуточку внимания, святейший патриарх Кирилл эту книжку назвал, я поинтересовался, теперь она у меня есть, назвал эту книжку на епархиальном собрании в декабре, автор Юрий Григорьев, и вот что он сетит. Сегодня прилично будет прочитать. Воспоминание Авдонина свидетельство об обретении тех самых ягодеринбургских останков. Можно ли после этого им верить как истинным, достоверным, благодатным и священным? Цитата. 1 июня 1979 года Поросенков-Лок. После выемки первого слоя 15-20 сантиметров грунт сильно увлажнился и стала собираться глинистая жидкость в углубленных местах раскопа. Еще через одно углубление сантиметров через 30 поверхность раскопа стала сильно увлажненной. На ее поверхность проступила как бы сильно заржавленная металлическая вещь. Это тазовая кость. Работа прервалась. Навернувшись к раскопу, мы оцепенели от испуга. Яма почти полностью наполнилась водой. Немножко опущу. Благодарю. Повыставание. Итак, меня охватила жуть. Нащупывали сплошные массы костного вещества. Геннадий Васильев пытался отчерпывать грязную воду с помощью лопаты и худого ржавого ведра, найденного здесь же посреди завала дороги. Получалось неважно. Вода убывала плохо, все пребывало и пребывало. Пришлось добывать останки из глинистой массы. Запустив руки по локоть в глинистый раствор раскопа, я нащупал что-то объемное, похожее на череп. Захвативши двумя руками это что-то, я с помощью Геннадия Васильева отделил его от кучи костей и вытащил из глинистой массы. Многоточие. Череп. В раскоп спускается Песоцкий, тоже долго шарит в мутном растворе и вытаскивает череп. В раскопе снова Вадим он долго что-то выискивает и извлекает третий череп. Появилось предложение прекратить поиск в мутной воде. Очень быстро закрываем раскоп. Итак, в мутной воде запустив руки по локоть три разных человека собравшихся на эти так сказать самостийные дела что-то вытаскивают. А что потом как написано в этом свидетельстве? Потом они решают а куда же девать три черепа? И в ящиках складывают и туда-обратно погребают чтобы через 20 лет их извлечь. Это подлог это элементарное просто подбрасывание неких останков каких-то надо может быть царских может быть не царских но как можно верить таким совершенно научно недобросовестно так мягко говорят с нарушением всех норм без свидетельства без описания то есть три энтузиаста руки по локоть там что-то вынимают потом что-то фотографируют что-то представляют обратно закапывают простите нужны какие-то более веские свидетельства считать это истинным обретением мощей невозможно как в истории церкви было засвидетельствовано всегда и везде принадлежность тех или иных останков священных ну конечно по чудесам хоть одно чудо кому-то известно от екатерингурских останков я не слышал даже ничего подобного от мощей святителя Николая известно кстати об этом я пару слов хотел бы сказать именно два Николая в этом году похоже что мы должны почтить мощи Николая но только не великомученика государя страстотерпца с семейством и густейшим а того который вопреки всем соблазнам и искушениям все-таки приехал в наш стольный град и представлен как святыня это ребрышко для поклонения так вот про Николу известно что Мерликийского о его мироточении мы узнали как раз в праздник переноса мощей из града Бария в град из града Мерликийского в град Бария был скрыт тогда мраморный саркофаг оказалось что останки плавают в этом мире обильно греки которые увозили мощи с малазийского побережья остатки взяли а мира осталось и все весь путь этот море востока и солнца до запада был освещен этим движением обильное мироточение на италийской земле в Акулее оно было засвидетельствовало но это мироточение прекратилось оно прекратилось к середине 15 века и сегодня мощи сухие Николы это все знают то что привозят туристы и паломники это же просто водичка омытая омывшая сухие кости почему прекратилось в середине 15 века мироточение это потому что Никола который посрамил приземной своей жизни Ария заушив его это все знают о качестве мы поем читали он посрамил и латинскую ерес когда была устроена Ферраро Флорентийская уния когда не просто заблуждение афилиок а когда именно приглашение греков православного греческого императора православного греческого патриарха во Флоренцию на эту злочастную унию и заставили подписать вот тут-то Никола и посрамляет забирает благодать я в плену я среди еретиков мощи там не могут мироточить и это очень сильное это духовное свидетельство потому что то что воспето и тот обильный поток чудотворения который через истинные святые мощи есть а его не сокроешь его никуда не денешь а когда неправедное лукавое и просто неправославное устроение заставляет людей подписывать флорентийскую унию вот тут-то благодать и обнимается поэтому мой духовный взгляд такой никому не навязываю дай бог нам всем успеет поклониться мощам святых николая чудотворца кто не успел успеете еще и дай бог нам всем воздержаться от поклонения лже мощам потому что как есть христос и антихрист так есть святые мощи в церкви и есть лже мощи и мы выпадем из церкви если воздадим подобающую святыне честь тому кто ее не только не должен получить а кто должен быть ну как бы вот облечен отодвинут и прочее я не говорю что екатеринбургские останки заведомо грешных людей не смеют такого судить может быть они даже как в сонме новомучеников и исповедников в 30-е годы туда погребенные как это ложный след там в книжке у Григорьева это описано может быть достойные люди были может быть они пострадали там вот как-то рядом или после но конечно называть их и приравнивать к царским останкам к императорским это конечно по меньшем мере было бы опрометчить вот я прошу меня здесь как бы услышать и может быть принято внимание это благодарю за внимание я хочу сказать что наша конференция идет прямая трансляция в интернете на сайте mosvedi.ru и нас смотрят по всему миру в том числе смотрят те представители те ученые которых мы приглашали но по каким-то причинам своим личным они смогли приехать это и известный так сказать профессор академик Алексеев из Екатеринбурга он передавал всем участникам конференции благие пожелания и просил передать что у него остается та же позиция что он не признает екатеринбургские останки потому что совокупность данных говорит о том что они не царские той же позиции придерживаются и известный исследователь книг русских останков Юрий Григорьев он сейчас находится в Ургвай в Монтовидео и он прислал доклад который просил зачитать на этой конференции главная ошибка следователя Соловьева его безграничная вера в непогрешимость молекулярно-генетического исследования все его выводы были основаны на результатах генетических экспертиз исторические, архивные антропологические судебно-медицинские криминалистические и иные научные факты которые не совпадали с выводами генетиков Соловьев отбросил как незаслуженное доверие обрывочные данные о ходе нового следствия не оставляют возможности благодушевствовать в уверенности что на сей раз следствие учтет ошибки Соловьева не подастся искушению признать генетику царицей доказательств построить свои выводы на результатах одних только молекулярно-генетических экспертиз отвергнув все что генетике противоречит все изложенным представляется целесообразным еще раз напомнить самое главное неоспоримое доказательство фальсификации их тельбургских останков о поросенком логе останки девяти человек были извлечены из-под мостика в поросенком логе останки еще двух жертв нашли там же в поросенком логе но не под мостиком а в кострище неподалеку из характеристик поросенком лога следователем Соколовым из того что говорили про это место участники сокрытия трупов как его описал автор открытия века Авдонин и участница извлечения останков из-под мостика археолог Карякина можно сделать только один вывод это болотистое место с кислой реакцией почвы для многочисленных представителей животного мира прежде всего мух муравьев жуков и клещей появление трупа в окружающей среде биологический сигнал к его уничтожению для этого им необходимо иметь доступ к мертвому телу в нашем случае это было исключено трупы не просто сложили в ряд прикрыли и прикрыли шпалами они были помещены в специальную вырытую яму Авдонин и Карякина независимо друг от друга говорят одно и то же первые единичные кости останков под мостиком находились на глубине от 80 до 120 сантиметров все остальные еще глубже ни о каком пребывании трупов под шпалами но на поверхности земли не может быть и речи это важно потому что исключает уничтожение мягких тканей перечисленными выше организмами наука утверждает что за многие годы пребывания в кислой среде в болото трупы неизбежно подвергаются естественной консервации которая называется торфяное дубление доступным всем и каждому примером торфяного дубления являются болотные люди так называемые тела тех кто жили на земле многие сотни лет назад и утонули в болоте посмотрев в интернете на фотографии тех людей легко убедиться насколько хорошо болото сохраняет тела подробнее происхождение подробнее происходящих при торфяном дублении процессах можно узнать из книги судебно-медицинской тонатологии в которой авторы подробно их описали тумановки дюшев соколова судебно-медицинская тонатология москва юринфоздрав 2012 год здесь же уместно ограничиться выдержками из данного труда и сопоставить их с состоянием останков излеченных из-за хранения под мостиком поросенком логи при прогружении тела умершего в толщу болота оно попадает практически в бескислородную среду процессы аэрации почвы и биологической трансформации органических веществ резко замедляются накопление в тканях трупа масляной уксусной щавелевой и тому подобных кислот ведет к усилению кислой реакции которая настолько угнетает деятельность как аэробных так и анаэробных микроорганизмов что их жизнедеятельность полностью прекращается в результате дальнейшего разложения органической массы трупа останавливается о сохранности мягких тканей трупов из-под мостика речь не идет извлечены практически одни только кости высокая кислота из болотистых почв приводит к интенсивному выщелачиванию органов и тканей трупа происходит деканцинация костей скелета что придает им плотно эластическую хрящевидную консистенцию при наружном исследовании трупов находящиеся в состоянии торфяного дубления отмечается удовлетворительная сохранность тела умершего кости черепа грудной клетки и таза при надавливании податливы после прекращения давления возвращают исходную форму кости гибкие по консистенции напоминают хрящи в случае с середингузскими останками ничего подобного нет и в помине все кости излечены из-за хранения твердые сухие и легкие они не гнутся и не режутся ножом как это должно было произойти после многолетнего пребывания в болоте с кислой средой головной мозг с умеренно выраженными извилинами уменьшен в объеме заполняет от одной второй до одной третьей полости черепа Авдой написал что головной мозг в нескольких черепах был и был действительно уменьшен в объеме никаких доказательств этому кроме его голословных утверждений нет на момент исследования останков поповом мозг был только в одном черепе куда он делся из остальных и почему остается загадкой трупы в торфяных болотах могут хорошо сохраняться неопределенно долго от нескольких десятков до нескольких тысяч лет многие прижизненные черты легко поддаются восстановлению что позволяет проводить судебно-медицинскую идентификацию тела умерших ничего подобного с трупами из-под мостика не произошло о возможности восстановления прижизненных черт в целях идентификации говорить не приходится и наконец самое важное проведение каких-либо судебно-генетических судебно-биологического исследования трупов подвергшихся действию траффенового дубления не представляется возможным так как гумусовые кислоты разрушают как ДНК так и белки определяющие антигенные характеристики трупа приведенные данные означают что кости из-за хранения в проценте не находились там десятки лет они оказались под мостиком уже без мягких тканей которые в болоте неизбежно подверглись ботарфеновому дублению сами же кости после длительного пребывания в болоте не могли остаться твердыми останки оказались пригодными для молекулярно-генетического исследования что после длительного пребывания костей в болоте невозможно следовательно захоронение под мостиком создано гораздо позже 1818 года а помещенные в него кости уже тогда были лишены мягкие ткани следующая глава о пропавших костях всего из этого захоронения было извлечено около 800 костей из которых позднее специалисты собрали 9 скелетов в каждом из которых не хватало до половины не хватало от половины до двух третей костей Соловьев даже не попытался объяснить недостачу такого большого количества костей а между тем вопрос не праздный если трупы были помещены под мостик целыми а именно это утверждает Юровский подтверждает комиссия Немцова и следствие Соловьев то кости не могли никуда пропасть если бы все найденные кости извлекли за один раз можно было бы предположить невнимательность несерьезные отношения и даже леность поисковиков проверить что при неоднократном обследовании захоронения из него так и не достали все кости невозможно а вот если в захоронении закладывали не целые трупы а отдельные кости тогда их недостаточно легко объяснимо о сожжении трупов следственный Соколов царский следственный Соколов времен Колчака пришел к выводу что трупы узников и патистского дома были сожжены на костре уганиной ямы ему возражают сжечь трупы в пламени костра за двое суток невозможно даже если кроме огня и расчленения на трупы действовать сверхагрессивной жидкостью какого является серная кислота невозможно но как тогда быть с утверждением участников сокрытия трупов что параллельно с сохранением поросенка в логе девяти тел два трупа они сожгли на это у них было даже не двое суток как уганиной ямы а не более шести-семи часов тем не менее этого времени хватило чтобы сжечь трупы практически до тла найденные останки этих двух тел представляют собой 44 кусочка обожженных костей и 7 зубов так как как быть с ответом Соловьева святейшему патриарху Алексея на вопрос о возможности полного уничтожения двух трупов поросенка в логе при условиях в которых производились уничтожения трупов невозможно было полностью уничтожить останки используя серную кислоту и горючие материалы указанные в следственном деле Соколова и воспоминаниях участников событий невольно возникает вопрос как могло случиться что сожжение двух тел за несколько часов признанное в 1998 году невозможным с 2007 года считается фактом который ни у кого не вызывает ни удивления ни вопросов ни сомнения никого из тех кто ввел следствие под руководством Соловьева Соколов в 1919 году а потом Авдонин в кострище у Ганины ямы нашли пули свинец из пули и их пустые оболочки выйти из пули свинец мог только в одном случае если температура среды в которой находились пули была выше температуры плавления свинца 327 градусов как свинец расплавился и вытек если труп не пытались сжечь и сторонники принадлежащихся останков царской семьи и их оппоненты признают что Ганины ямы команды Яровского сжигала снятую с трупов одежду она была окровавленной к ней вполне могли прилипнуть лежащие на полу расстрельные комнаты пули такими могли быть только те что срикошечили от каменных арок по краям стены за спинами расстреливаемых их было только 5 да они могли прилипнуть к одежде но точно так же могли и отвалиться от нее при многочисленных манипуляциях с трупами переноска в машину перегрузка застрявшей машины в повозке выгрузка в лесу раздевание другим источником найденных кострище пуль и их частей могла быть подушка которая во время расстрела прикрывалась Демидова в горничную стреляли не один раз только она упала на пол еще до окончания расстрела по свидетельствам убийцы была ранена Ермаковым а в лежащую Демидову не стреляли следует помнить что целью убийц были все-таки Романова а не их слуги и большинство выстреленных пуль были адресованы Николаю второму членам его семьи Демидова даже с подушкой в руках не могла отвлечь на себя внимание убийц от их главной цели это означает что пуль в подушке не могло быть много а кусочков свинца на кострище у Ганины Ямы больше 20 откуда они взялись есть только одно разумное объяснение эти пули находились в телах убитых узников и патистского дома у Ганины Ямы убийцы Иеровского разрубили тела и их куски бросили в костер пули вываливались из обогревших кусочков тел нагревались до температуры при которой свинец распалялся и вытек сказанное выше подтверждение еще один подтверждает еще один факт в кострище практически полностью отсутствуют оболочки тех пули из которых вытек свинец землю скатрище дважды просеивали в 1818 году это делал Соколов в 1998 году Авдонин и его команда при этом Соколов кроме пули и свинца обнаружил много мелких металлических деталей одежды размеры блочков гвоздиков петелек и прочих деталей одежды невелики в то же время как длина пуль которыми были убиты узники Пательского дома была 11 миллиметров и более тем не менее мелкие металлические детали при просеивании нашли а более крупные нет почему дело в том что у Ганиной ямы в расположении команды Яровского было 11 пудов серной кислоты серная кислота превращает медь в порошок сульфат меди который хорошо растворяется в воде при нагревании реагентов реакция ускоряется следовательно труппу Ганиной ямы пытались уничтожить с помощью огня и серной кислоты при этом уничтожили и оболочки и пуль которые находились в телах свинец сохранился потому что разбавленная серная кислота практически не изменяет его для этого людям из команды Яровского не понадобилось разбавлять кислоту потому что тело взрослого человека на 60% состоит из воды Соколов по результатам своего расследования пришел к выводу что тела у Ганиной ямы рубили на кусочки и обливали кислоту и сжигали приведенные выше объяснения наличие в кострище кусочков вытекших из пуль свинца и недостачи в нем медных оболочек подтверждает правоту следователя получившего образование в царское время Соловьев утверждает что трупы у Ганиной ямы не сжигали при этом не объясняет каким образом и почему найденный там свинец расплавился и вытек из пуль а их оболочки исчезли в поросенком логе по версии Соловьева все произошло ровно наоборот тела сожгли практически до тла при этом пули из этих тел остались не целыми трупы из поросенком логу привезли раздетыми на голых телах которые многократно перекладывали пули остаться не могли они могли быть только внутри тел следовательно если поверить этому движению Соловьева то придется признать что трупы в поросенком логе сожгли при температуре не превышающей температуры половины свеца напомню что она составляет всего 327 градусов а царица доказательств перед захоронением вестеринбургских останков в Петропавловском соборе после обнаружения в 2007 году останков двух сожженных трупов выполнялось молекулярно-генетическое исследование выводы экспертов однозначны это Николай II член его семьи и погибшие вместе с ним слуги выводы экспертов к которым прибегал следователь Соловьев прежде чем признать эти выводы следует помнить что эксперты ФГБУ Российский Центр Судебно-Медицинской Экспертизы доказали непригодность для молекулярно-генетических исследований костных фрагментов которые подвергались воздействию высокой температуры в 2016 году они публиковали в журнале Судебно-Медицинской Экспертизы статью молекулярно-генетический анализ хромосомных ДНК в обожженных костях мифы или реальность вот выдержки из нее таким образом результаты настоящей работы заставляют с большим сомнением относиться к сообщениям об успехах якобы достигнутых при генотипировании хромосомной ДНК в обожженных костях уже температура 150 градусов Цельсия при воздействии в течение двух часов может превратить кость в совершенно неприводные для генотипирования объекта полностью утратившие свои индивидуальные генетические признаки или же исказившие их до неузнаваемости при этом визуально такая кость почти неотличима от нативной если неизвестны обстоятельства ее вряд ли будут считать обожженной если же объектом генотипирования является костный материал термическое воздействие на который вполне очевидно например кость находится в стадии обугливания то надо отчетливо понимать что в таком объекте установить достоверный генетический профиль практически невозможно в этом контексте обсуждать возможность генотипирования костных останков в состоянии выраженного черного а также серого и белого коленя просто лишено смысла это заведомо невозможно кандидат это цитата кандидат медицинских наук Земского кандидат медицинских наук Бордюков эксперт Нарина доктор медицинских наук Ковалев доктор биологических наук профессор Иванов судебно-медицинская экспертиза 2016 год номер 6 том 59 выше были приведены данные о непригодности для генетического исследования останков которые подверглись трофеновому дублению сразу два неоспоримых научных вывода исключают успешное генетическое исследование екатеринбургских останков выводы приведенные выше факты свидетельствуют о том что кости из-под мостиков в процентном логу не могут быть останками людей захороненных в 1818 году через двое суток после расстрела и пролежавших там свыше 70 лет научное объяснение этих фактов не дает основания ни для каких выводов кроме приведенных ниже утверждение что трупы двух узников и пательского дома в ночь с 18 19 июля 1818 года были сожжены в процентном логе за несколько часов необоснованы сжечь в пламени костра два тела за 6-7 часов невозможно второе пули обнаруженные в процентном логе в 2004 году количество и тип которых по мнению некоторых официальных лиц подтверждает принадлежность обнаруженных фрагментов костей наследнику и одной из княжон не подвергались нагреву в пламени костра следовательно либо сожжения не было либо пули не находились в сожженных практически татла теглах третье генетические исследования фрагментов костей которые находились в пламени костра при температуре 150 градусов свыше 2 часов а при температуре 200 градусов больше 1 часа бесполезно положительный результат генетического исследования обугленных фрагментов костей противоречит научным данным четвертое за десятки лет пребывания кислой среде болота тела неизбежно подвергаются консервирующему воздействию трофенового дубления при котором мягкие ткани сохраняются а кости становятся гибкими и режутся ножом кости из под мостиком простенком логе не могли находиться там так долго потому что не подвергались трофеновому дублению они отказались под мостиком уже без мягких тканей генетическое исследование останков излеченных из болота с кислой средой и подвергся трофеновому дублению бесполезно тела Николая второго и членов его семьи зажигали уганины ямы безусловным подтверждением этого факта является обнаружение в кострище уганины ямы большого количества кусочков свинца которые вытекли из находившихся в телах пуль при нагревании до температуры превышающей температуру половине свинца отсутствие в кострищах уганины ямы пустых оболочек пуль может быть объяснено только воздействие на них серной кислоты в совокупности установленных данных подтверждают версию следа Соколова об уничтожении трупов уганины ямы в огне костра с использованием серной кислоты таким образом неоспоримые научно обоснованные факты говорят о том что закрепление по ценам к благу не могло быть создано в 1818 году пытаясь превратить молокально-генетическое исследование в царицу доказательства значит повторить главную ошибку следа Соловьева ставшую причиной недоверия к результатам следствия заключения экспертов генетиков не могут опровергнуть противоречивающие их результатам факты если те объективны и не имеют научное объяснение наоборот несоответствие заключения генетиков неопровержим историческим архивным антропологическим судебным медицинским криминалистическим и иным научно-обоснованным фактам обязывают отказаться от признания результатов таких молекулярно-генетических экспертиз таким образом такие факты как торфяное дубление невозможность сожжения трупов за несколько часов объяснение вытекания свинца из пуль и исчезновение их оболочек не могут быть отброшены на том основании что их толкование не соответствует результатам генетического исследования сказанное означает что попытки посредством лукавства подмены научных данных псевдонаучными измышлениями принудить общество проверить поверить фальшивки обречены об этом следствии об этом следовательно об этом следовало бы помнить тем представителям мира науки которые участвуют в фальсификации еще раз повторяю я зачитывал доклад судебного медицинского эксперта Юрия Григорьева а сейчас я хотел предоставить слово у нас находится главный редактор русской народной линии Анатолий Степанов Анатолий Дмитриевич спасибо неожиданное предложение действительно вопрос о Екатеринбургских останках это такой вопрос который который сегодня может создать очень серьёзные проблемы для нашей Церкви. Проблемы, пожалуй, потяжелее, чем проблемы, которые появились после Гавана. Уже здесь выступали эксперты. Я вот тоже некоторые вот эти версии озвучивал по приглашению, по предложению нового следствия. Вот эти, точнее, бытующие в обществе. Потому что вот то, что я вот, допустим, услышал в докладе Григорьева, это такие вещи, которые тоже надо проверять, потому что речь идёт о среде. Вот что такое среда? Должны почвоведы, специалисты говорить об этих вещах. Но я бы хотел сказать о другом. Вот сейчас что произойдёт? Вот, допустим, мы пока ещё не знаем, но судя по той информации, которая в прессе появляется, которая появляется в каких-то разговорах, судя по всему, новое следствие, которое проводится, оно приходит к тому, что эти новые экспертизы подтверждают, что эти иконербургские останки — это мощи святых царственных мучеников и их служб. Пока мы можем об этом, так сказать, так как бы предварительно говорить, но я могу, можно предположить, что произойдёт дальше. Вот, предположим, комиссия церковная выносит эти данные для решения архиерейского, наверное, собора. Архиерейский собор — это вообще дело архиереев, конечно, принять какое-то решение. Но возникает ситуация, что мы должны либо поставить под сомнение эти исследования и сказать, что эти генетики — плохие генетики, эти антропологи — плохие антропологи. Тогда возникает вопрос, а где хорошие генетики и где хорошие антропологи? Насколько я знаю, их нет. Либо принимать на основании этого решения, потому что действительно, вот Василий Вадимович говорил о том, что как обретаются и как мощи признаются церковью. Да, это есть чисто церковные, традиционные методы обретения мощей. Правда, не все мощи себя являют в качестве чудес. То есть это тоже, так сказать, факт исторически достоверный. Но вот эта ситуация, которая может сложиться, она поставит перед нами очень такой сложный вопрос. Каким образом к этому относиться? Отрицательно. Я уже говорю, что отрицательно — это значит поставить под сомнение генетику и поставить под сомнение антропологию. Либо сказать, что это продажные девки империализма, и мы этих наук не знаем, и мы православные люди выше всего этого. Этих наук нет, это все ложь, это все клевета. Либо нужно сказать, что есть другие генетики, которые говорят правду и которые удостоверяют. Таких генетиков нет. Есть другие антропологи, которые говорят правду и которых таких антропологов нет. Вот это сложная проблема, потому что мы на русской народной линии достаточно долгое время этой теме обращали очень серьезное внимание. И мы публиковали очень много, ну я не знаю, наверное, самый большой массив информации у нас, так сказать, вот в этой теме собран самых разных точек зрения. И скорее, точнее, даже не самых разных точек зрения, а точек зрения, подверждающих сомнению те исследования, которые проводились. Вот. И вот это, конечно, проблема такая серьезная. Я не знаю, я бы, так сказать, вот как из этой ситуации выйти, если это случится. Да, может, конечно, не так, но, скорее всего, нас ждет именно это. То есть мы, ну находясь в здравом умении трезвой памяти, нельзя отвергнуть выводы профессионалов генетиков, профессионалов антропологов. Ну тогда надо, так сказать, я говорю, что нужно просто сказать, что таких наук нет. Вот. Но опять же, вот если это вызовет недоверие, а это уже вызывает недоверие, если это вызовет недоверие, если это может грозить расколом церковным, нестроениями церковными, это крайне опасная ситуация для церкви. Это крайне опасная ситуация. И вот это такой серьезный вызов нам. Я не знаю, какую, собственно, это не моя мера ответственности. Это решение должны принять архиереи. Это решение, может быть, даже речь идет о поместном соборе, может быть, будет создан поместный собор, что маловероятно, но, по крайней мере, это архиерейский собор будет принимать решение. И вот, на мой взгляд, вот сегодня в нынешних условиях такой, у нас очень такой серьезный дефицит, такой трезвомыслия. Вот иногда звучат такие, что, ну, тут все равно не будем доверять. Ну, нужно как бы, все-таки трезвомыслие, это тоже добродетель христианская. Она должна присутствовать. Вот я просто хотел, я еще раз хочу сказать, что я, честно говоря, не заявлялся с докладом, Василий Вадимович неожиданно мне предложил, я просто приехал из Санкт-Петербурга послушать, что сегодня будет звучать на конференции. Я просто делюсь своими сомнениями, которые есть у меня, у человека, который, в общем, ну, так или иначе, со всем массивом материалов знаком, и многие материалы читал, так сказать, и имел определенную точку зрения. Вот сегодня, я не знаю, так сказать, вот как бы, эта ситуация очень большой вызов для всех нас. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вам не кажется, что вы пытаетесь подменить понятие наука и понятие нечестный эксперт? Это две разных вещи. На самом деле. А кого вы считаете нечестными экспертами? Я считаю нечестными экспертами тех лиц, которые проводили экспертизу. Нам здесь в течение двух часов очень подробно рассказывали, почему нельзя считать псевдозаключения заключениями. И если я сомневаюсь, ну, будем говорить, в пьяном учителе по математике, это не значит, что я отвергаю алгебру. Понимаете? Об этом сейчас очень сложно говорить, потому что мы сейчас, я даже не знаю, честно говоря, тот круг экспертов, который привлекался вот сейчас новой патриаршей комиссией. Ну, мы имеем по-другому понятие. Вы сейчас выше и меняете понятие перед залом. Нет, я... Какие у вас понятия? Ваши понятия я вряд ли смогу изменить, судя по всему. Но дело... А какие понятия? Дело-то не в этом. Дело-то не в этом. Нет, дело именно в этом. Нет. Подожди. Вы мне задали вопрос, я тогда, я отвечаю. Вы уходите от вопроса и переходите на личность. На какие личности? Нормально. На мою личность. На вашу личность. Именно так. Вот. Значит, я не могу ничего сказать об экспертизе и никто не может об этом сказать. Я даже не знаю, какие эксперты сейчас проводили исследования. А для чего вы сейчас говорите? А проблема в том, что нечего исследовать. Для чего говорите? Вот она проблема. Вы сейчас перечеркиваете то, что говорили они. в течение 40 минут, в течение часа. Это неправильно. Заслали. Вот правильно или неправильно иметь собственное мнение, это перечеркивает, если оно даже не согласно будет с вашим или не согласно. У нас вот с Леонидом Евгеньевичем были жаркие споры, хотя мы давно друг друга знаем, мы друзья. Но это не означает, что вы можете иметь свое мнение, я могу иметь свое мнение. То, что касается экспертизы, то нужно тогда увидеть этих экспертов, эти имена и сказать, что да, вот это эксперт не эксперт, это эксперт не имеет авторитета. Совершенно правильно вы сказали. Пьяный математик, троечник, это эксперт не эксперт. Вот есть такие эксперты, которые ставят под сомнение, высказывают такую точку зрения. Я знаю, что нынешняя комиссия, нынешняя комиссия пригласила, ну в качестве, например, по части антропологии, привлечен к работе профессор Медицинской Академии Попов, который был противником той работы, которую Владимир Николаевич, я не знаю, ушел или он где-то здесь. Да, вот он, так сказать, не участвовал, он критиковал Соловьева. Он сейчас привлечен к работе в комиссии. И насколько я знаю, все профессионалы привлечены к работе Патриаршей комиссии. Вот насколько это профессионал-профессионал, генетик-энтрополог, я профессиональный историк, я не могу судить об их квалификации. Вот о квалификации историков я могу судить, а о квалификации антропологов я могу только судить по каким-то внешним признакам, доктор, медицинских наук и так далее. Вот, по их авторитету в научной среде. Давайте закончим. Реплика, пожалуйста. У нас еще будет время. Послушайте, давайте соблюдать порядок. Давайте соблюдать порядок. Сейчас у нас будет перерыв. Я сейчас закончу первую часть нашего собрания. И вы можете в куларах, так сказать, побеседовать. Я хотел сказать, что я очень благодарен Анатолию Дмитриевичу Степанову за ту позицию, которую он высказал. Потому что, собственно, Анатолий Дмитриевич озвучил то, к чему нас готовят. И низкий поклон ему за это. Здесь возникает вопрос о науке как таковой, о соотношении научного мировоззрения и православной веры. Дело в том, что есть понятие наука, да, если говорить о том, что в 19 веке весь научное сознание, весь мир считал, что наша Земля находится в эфире. И планеты тоже окружающие страны находятся в эфире таком. И это было совершенно твердо, так сказать, этот эфир использовался как модель для получения достоверных данных в физике. Но мы сейчас смотрим с иронией на это, что, конечно, это, так сказать, не эфир, а сейчас вот недавно, два года назад, открыли гавиационные волны, которые предсказаны общей территорией относительности Эштейна, еще сто лет назад предсказала. Наука развивается. То, что сто лет назад или там 200 лет назад для науки было твердой истиной, сегодня это просто промежуточная модель. Так и сейчас общая территория относительности, если Господь, так сказать, даст нам время, может быть, через сто лет назад будет смешно говорить, что это общая территория относительности, это промежуточная модель, которая, конечно, не отвечает реальности, а наиболее правильно описывает физику Вселенной теорию семиструн. То же самое относится и к генетике. Генетика тоже наука относительно молодая, развивающаяся, и то, что генетики были уверены в одном, там лет, не знаю, 30 назад, сейчас они уже в этом сомневаются или там уже другие теории. Поэтому научное знание, оно всегда ограничено и всегда изменчиво. Это первое. Второе. Я вот сейчас вам покажу два плаката, специально сделанные для этой конференции. Вот на одном плакате, это вскрытие гробницы императора Александра Третьего. Вот посмотрите, как одет работник, который вскрывает гробницу. У него перчатки, он весь в костюме, в маске. Все это стерильно. Он боится засорить, он беспокоится о чистоте тех останков, которые он возьмет на пробу. То есть никакой биологический материал посторонний не должен соприкоснуться с честными останками императора Александра Третьего. Мы сейчас слышали, спасибо, мы слышали сейчас воспоминания, как вскрывали, значит, Авдонин, как вскрывал то место в проселку Малагу, где находились останки. Ну вот, может быть, это не эта фотография, это не настоящая модель. Вот где-то вот так. Солдаты в дождь, в яму, без всяких перчаток, без всяких там комбинезонов. И, естественно, все эти материалы были засорены биологически чуждым материалом и непригодны для сопоставления. То есть нечего сопоставлять. Изначально все генетические экспертизы не нужны. Потому что нету, так сказать, одна, допустим, здесь степень вероятности того, что это могила Александра Третьего, и вскрыли его честные останки, это 99,9 и 9 в периоде. А вот то, что, так сказать, и действительно соблюдали все меры предосторожности, так сказать, чтобы не засорить материал, положили, тут же положили эти самые герметичные целлофановые пакеты, и там была куча номерков. Мы сейчас не знаем, что вообще делалось с этими останками в 1779 году, в 1091 году, когда их скрыли. Кто чего там подменял, не подменял. И здесь даже, так сказать, не претензии к следствию Соловьёву. Он там, может быть, присутствовал, но не был ещё главным, наверное. Может быть, там эти останки вообще подменили. Может быть, сейчас действительно эти кости, которые лежат, это родственники Романовых. Ну-ка, не царские мощи, а родственники, которые близкие родственники Романовых. То есть нам неизвестно. Или, может быть, их выдержали в каком-то растворе специальном. То есть изначально чистота эксперимента не была соблюдена. Поэтому какие-либо исследования генетические, они бесполезны для научной доказательности. Второе. Любое следствие заканчивается в соответствии с нормами УПК. Либо оно закрывается за сроком давности, либо за смертью обвиняемых, потерпевших. Либо заканчивается судом. Только суд, не следствие, не правительственная комиссия. А только суд принимает решение и выносит приговор. Как я понимаю, никаких слов о том, что следствие заканчивается судом, мы не слышим. Ни в 90-е годы, ни в 2000-е, ни сейчас. То есть, когда в 2015 году собирались хоронить останки, которые назывались останками цесаревича Алексея, цесаревна Мария, никто не говорил, что сейчас будет суд, сейчас суд утвердит, сейчас будут выступать адвокаты, сейчас будет дискуссия в суде, и судьи будут решать. Нет, решает все следствие, тайные следствия, тайные эксперты. И нам, народу Божьему, предлагается верить тайным экспертам, тайным следователям, которые на протяжении 79-го года производили неизвестные никому сегодня манипуляции с ехтенбургскими останками. Поэтому Анатолий Дмитриевич заявил, что нас готовят к тому, что объявят, что экспертизы все подтвердили, что генетическая экспертиза подтвердила. Ну так и что, она может и подтвердила, может там действительно родственники Романовых, но не царские останки. Мы не верим. Потому что не соблюдена чистота эксперимента, не соблюдена чистота экспертизы. И ни один суд пока этого не установил. Это вламка гражданско-правового механизма. А если уж говорить о православной вере, то тут уж, конечно, так сказать, что же говорить, так сказать. Очень хорошо отец Константин Буфеев нам зачитал и сравнил, как обретаются мощи. А мы знаем, что мощи, когда обретаются, то возникает необычная благодать. И, ну так вот уже по традиции, из воды мощи, как правило, не обретают. Я хотел предоставить слово Борису Грибовичу Галинину, историку Галинину Борису Грибовичу. Слышно? Значит, имеет мое краткое сообщение такое именование. Прошу внимательно послушать. Экспертиза Екатеринбургских останков, как акт заботы со стороны церковных и светских властей о православном русском народе. Вопросительный знак. В своем кратком слове я не буду касаться проблем качества, обозначенного в названии моего сообщения экспертизы, а предлагаю задаться несколько иным вопросом. А именно, какими чувствами вызвана уже более чем 20-летняя забота государственных и церковных властей о том, чтобы облагодетельствовать православный народ наш, обретением честных останков и высокоочтимых нами царственных учеников. Безусловно, для православного человека является радостью, когда к любимому святому можно прикоснуться, так сказать, и физически, иметь счастье, приложиться к святым его мощам. Так, может быть, наши руководители светские и владыхи церковные стремятся даровать нам это счастье, разделяя с нами любовь и почтение к святой царской семье. Говоря иначе, быть может, духовно и светское руководство страны, понимая и разделяя грех к летвопреступлениям русского народа в февромарте 1917-1917 года, особенно в его высших светских церковных кругах, повторяя, наше руководство, пусть преисполненное, пусть запоздалым любовью и уважением к царственному служению на благо России, святого государя и его семьи, пытается сделать все возможное, чтобы облегчить русскому православному народу пусть к покаянию, в том числе за счет возможности реального прикосновения к останкам святых тел, и лишь, как это иногда бывает у самых благонабельных людей, слегка переусердствует в этом своем искреннем рвении. К сожалению, ответ на этот вопрос той его части, которая касается любви и почитания царственных мучеников, высшего руководства страны и церкви, вряд ли может быть положительным. В настоящий момент каждому из них проведение дает блестящий шанс ясно и отчетливо проявить свое истинное отношение к царю, высказав таковое по отношению к богомерзкому и клеветническому фильму «Матильда». Я думаю, что ни у кого из присутствующих здесь не возникнет ни малейшего сомнения, что достаточно было бы не то что слова, но движение руководящей брови в соответствующей обстановке, чтобы не только был бы снят вопрос показа этой идеологической отравы на широком экране, но чтобы все учителя отправились бы преподавать языки и на искусство тюленям в Чукотском учебном округе. Равно, что если бы высшее руководство РПЦ однозначно заявило бы, также в соответствующей обстановке, что не может допустить публичное поругание ее святых и предпринятие меры, вплоть до нафиг, снявшим этот фильм и допустившим его показ, то думают, что высшее руководство стороны пошло бы навстречу по главе церкви. Между тем ничего подобного и близко не наблюдается. И это в некотором смысле легко объяснимо. Дело в том, что начиная с пресловутой реформы Никона Алексея, расколовшей русский православный суперэтнос, оставившись значительную часть безблагодать церковных таинств, а другую направившую на путь секуляризации, русская православная церковь, стержня народной жизни Святой Руси, постепенно стала превращаться в церковь-корпорацию. Это отнюдь не мои измышления, а краткое повторение доклада на одном из рождественных чтений, опубликованном в соответствующих церковных источниках и не вызвавшего никаких возражений по существу вопроса. В результате стал возможен парадокс. И в атеистическом, и в либерастном, по сути, антиправославном государстве руководство церкви и корпорации может быть в прекрасных отношениях с руководителем государства. А в православном государстве, в православной Российской империи за последние века ее существования, такого симбиоза, а вернее симфонии руководства церкви с руководством государства в лице царя Бога Помазанника не наблюдалось. Еще дело, даже не в неприятии монархии было. Была явная и скрытая борьба против священной роли Помазанника внутри самой церкви. Борьба за невмешательство в дела корпорации извне, со стороны власти, которая сама при этом была сакральной. Борьба была против действий царя в ней, как церковного чина. То есть была борьба против всей традиции Константиновского Рима, Ромея и России. Именно это неприятие священной роли царя в церкви проявилось в феврале 1917 года и стало решающим фактором победок летопреступного флешмоба петроградских запасников и заговора могилевских генералов оформления думских царей-ненавистников. Как показывает история последних 100 лет, руководство церкви корпорации проще подчиниться атеистической власти уполномоченному по делам религии, чем царя-помазанникам. А настоящее положение, когда вообще никто из властей не вмешивается во внутрь церковного управления, является зримым воплощением победы в вековой борьбе священцев над царством, поскольку нынешняя российская власть царством ни в каком смысле не является и сакральной конкуренции руководству РПЦ не составляет. Что касается высшего руководства РФ, то она тоже в особой любви к преданному и злодейски умерщвленному монаху замечена не была, не считая даже очевидного случая с указанным выше фильмом. Напротив, бывали бестактные высказания в адрес государя, типа Николая Кровавой. Говорю об этом с печалью, потому что иное отношение к святому царю могло бы способствовать антологическую устойчивость и наличные власти более, чем все внутренние войска вкупе с национальной гвардией. Таким образом, констатируется факт, что особой любви к памяти, к прославлению государя и семьи не наблюдается ни у одной из тех сил, которые наиболее активно занимаются продвижением святые мощи на личных и екатеринбургских останках, что ставит вообще под вопрос чистоту намерения этих сил и заставляет задуматься о возможности вброса очередной информационной бомбы в православное народное сознание. Слегка перефразирую слова, сказанные одним узником в геставрском застенке. «Православные, будьте бдительны!» Честь имею! Для меня основное это вот слова Валерия Павловича Ферионова, нашего замечательного ученого, писателя, православного подвижника, который по поводу тех лиц, которых захоронил немцов, генерал Лебедь и Диви Ельцин, вот он сказал, что если бы это действительно были царские останки, то они бы проявились чудесами за эти годы. Все-таки с 98-го года прошло 19 лет, и были бы явные чудеса. Ведь чудеса сейчас уявляются даже с бумажных икон. царь изображен или царская семья на бумажной иконе, и уже она мироточит. Сколько это в этих случаях? А уж когда сами мощи лежат, уж тем более они бы себя проявили. Там благухание было бы, все что угодно, но за 19 лет этого не замечено. Но это все-таки аргумент серьезный. И кроме того, я что хочу сказать. Вспомните, когда Порешкевич со своей компанией убил Распутина, Григория Фимовича, ну, это еще было при царской власти, царская семья похоронила, так сказать, помолилась на его могиле. Но как только произошел этот самый переворот февральский, военный переворот военачальников наших Алексеева, Русского и других изменников, и власть переменилась, то Керенский мгновенно вскрыл, разрыл могилу. Вот сейчас никто не трогает могилу Ленина. Вот, наверное, много у Ленина этих самых неприятелей, но никто его это самое в основе не трогает. А тут сразу взял Керенский и разрыл могилу Распутина, и тело Распутина сжег, уничтожил. Это факт известный. Точно такой же был приказ со стороны американского банкира Якова Шифа, Ленина и Свердлова, вот эти три человека, Яков Шиф, Ленин и Свердлов, главный организатор царю убийства. А исполнители Войков, Голощокин и эти самые всякие там остальные Юровские, вот, то был приказ это самое конечно уничтожить. В этом можно не сомневаться. И я должен сказать, что у красных, у большевиков была суровая дисциплина. Если часть красноармейская отступала, Троцкий лично приезжал на фронт и выстраивал эту самую часть, которая отступила и расстреливал каждого десятого. Каждого десятого красноармейца. Это было в порядке вещей. То есть они были абсолютно госпощадны. И что же они попростили этим самым своим стрелочникам, своим этим киллерам, они попростили, что им не захотелось ехать и значит решили они просто закопать под мостиком, а то им лень было дальше ехать. Да не простили бы никогда. Они были бы здорово наказаны. Красное большевистское правительство этого бы не простило. Конечно царская семья была уничтожена. Это подтвердил Соколов и это давно все известно. Но в силу каких-то причин Ельцину, Лебедю, Немцову и этой всей компании захотелось похоронить неизвестно кого. Слава Богу тогда наша церковь заняла правильную позицию. Они не явились на это захоронение. Не пришли. И хотя у нас левый ругать Кирилловичей, но в данном случае тоже поступили правильно. Они тоже не приехали в Петербург на захоронение вот этих неизвестных останков и которые церковь решила не участвовать в этом мероприятии. То есть сомнения. И как правильно тут сказано сейчас, что к сожалению появилось что-то новое. Что новое мы не знаем. Вот где-то что-то новое. Вот что-то новое. А где это новое? Никто не говорит тайна какая-то, секрет. Конечно это настораживает. И тем более это настораживает в условиях как вы знаете нынешнего братания с Ватиканом. Ну вот еще что я хотел добавить к этому. Я заметил что вот в этом году год столетия этой поганой и преступной февральской революции вот год столетия я заметил какая-то идет кампания против Николая Второго. Против царя Николая Второго. Мощная кампания. И этот фильм Матильда он не случайно приурочен к этой кампании. Этим фильмом поганым провокационным лживым фильмом этот учитель всем режиссер хочет убедить миллионы что правильно расстреляли. Туда ему и дорога. Смотрите какой он. Вот его актеры выписали из Германии. Он играет роль Николая Второго. Совершенно отталкивающий персонаж изображен. Совершенно отталкивающий. И это миллионам зрителей пойдет. Гусинский прокрутил в 97-м году антихристианский фильм «Последнее искушение Христа». Я все разрешил. Мы протестовали. Тогда Алексей Второй кстати нас призвал прийти на митинг. Мы стояли на митинге 15 тысяч человек в Останкине. Все равно Гусинский прокрутил. Вся эта либеральная свора радовалась и смеялась по этому поводу. И вот сейчас они хотят это повторить. Теперь уже в отношении Иисуса Христа. Теперь в отношении царя-мученика Николая Второго. Два года назад была богохульная выставка в Манеже. Богохульная выставка в Манеже. Камикатуры скульптурные какого-то авангардиста советского. Сидур что ли? На Иисуса Христа на Богоматерь на Иоанна Притечу. Пришли молодые люди выразили протест. Кстати они там еще не натворили придумали что якобы там погром был погрома не было это все клевета была. Ну кричали ну шумели ну что а почему не пошуметь почему не выразить протест. Законно шумели законно шумели и устроил Владимир Соловьев это самое телевизионную порку этому молодому человеку за то что он протестовал как христианин против экспозиции в Маниже рядом с Кремлем. И вот теперь все повторяется где-то недели две-три назад у того же Соловьева передача посвященная Матильде и вот Карен Шахназаров там и другие как смеют эти люди фильм не видели фильм не видели а значит клевещут на него на этот фильм эксперты самые уважаемые в мире можно сказать в стране во всяком случае четыре эксперта ученые доктора наук значит со стажем экспертной работы 28 лет пришли к выводу изучив тщательно сценарий сценарий фильма и ролики которым хвастается учитель вот какой фильм хороший будет вот мои ролики вот моя это самое реклама они изучили и эту рекламу и главный сценарий и пришли к выводу что фильм оскорбляет религиозные чувства всех православных верующих русской православной церкви убедительно доказали теперь все добросились на них на этих экспертов министерство институты говорит мы их слушать не хотим эта экспертиза не нужна вот тут сейчас требуют экспертов а вот тут есть эксперты не нужна экспертиза хотят испоганить значит для миллионов зрителей образ святого царя мученика Николая Второго недавно я видел случайно я смотрю свое тут фреска какая-то появилась детственская муха клеветнический опысл Александр Киона Ну и так далее идет кампания злостная злонамеренная против Николая Второго чтобы мы так сказать ослабили свои чувства государю мы должны конечно всячески продолжать требовать чтобы этот фильм не был допущен на экраны потому что это уже дело совести поклонская сказала я его смотреть не буду когда этот учитель посмотрите его зачем смотреть правильно не надо смотреть я и никто смотреть не будет достаточно пусть посмотрят эксперты эксперты этого достаточно просто нам мы все смотреть не будем разумеется но значит многих людей конечно они попытаются так сказать смытить их душу влезть в их душу значит опоганить душу ведь если бы например фильм был об их собственных родителях в самом неприглядном виде то тот бы Шах Назаров наверное не одобрил бы такой фильм а тот говорит право этого мастера режиссера на вымысел на вымысел ну все друзья мои я кончил я еще что я скажу